Сейчас у всех местах, который он проиграл раздельным решением судей. Фернандо, Ла Менефе Маньяк, Гонсалес! И окросто на кейс, его сопротивление формирует. Он является стрипером. Он стоит 182.7 метров. Его оставляет 77.35. Его про-рекорд. Он стоит 16 победы против 3 победы. Формирует от Гудермес, Россия! Абубакар! Абубакар! После боя с Майклом Пейджем, Фернандо Гонсалес поставил своеобразный рекорд в последующие три боя в организации Беллатр. Он не сделал вес в каждом из этих поединков. Фернандо покинул Беллатр, поднялся на одну весовую категорию выше и присоединился к ACB. В рамках этой лиги Гонсалес провел два боя против Петра Штруса и Алиса Сильверия, оба проиграв решением судей. Интересно, что это его первая встреча с россиянином в рамках ACB ACA. Ну и, возможно, последний шанс закрепиться промоушеном. Да, вполне возможно, человек с очень богатой историей, несколько неудачно наступающий в последнее время. Ну, бывает, все меняется в одни вечера. Да, ну сейчас, наверное, и Абубакару Вагаеву как раз подстать на этот соперник. Они друг друга, наверное, подстать. Один давно не выступал, второй должен сейчас реабилитироваться за последнее поражение. И вот, ну, часто вот мы видим матчмейкеры в таких ситуациях, в таких подобных ситуациях. Дают шанс обоим, да. И первая попытка Абубакара, конечно же, перевести партер. Удачная. Сейчас он будет, естественно, улучшать позицию. Пытается отключить одну из ног Абубакар. Интересное такое движение. Пяткой сейчас провел такой удар Фернандо Гонсалес. Помню, Грейси в свое время использовали эту технику для ударов с позиции снизу. Они, правда, тогда били по почкам. Так или иначе, сейчас у Фернандо не самый удобный для него момент поединка. Находится он в позиции снизу. Причем без возможности провести какие-то базовые приемы из этого положения. На самом деле, Абубакар очень здорово умеет контролировать в таких ситуациях. И сейчас мы видим, что помимо контроля он дополнительно еще и атакует. Да, конечно, не самые тонажные удары. Но когда количество этих ударов наслаивается, они дают о себе знать. Еще одна попытка перевести. Здесь, конечно же, нужно помешать заправить ноги. Да, это сделал и от гильотины потенциально освободился Абубакар. Да, и снова у нас спортсмены здесь на комментаторской позиции. Контроль, возможно, как и во многих предыдущих поединках, в этом окажется решающим фактором. Поэтому, возможно, контролировать эту позицию и наносить небольшое количество пускай ударных комбинаций, но все-таки оставаться в доминирующем положении окажется наиболее предпочтительным. Не обязательно нокаутировать спортсмена для того, чтобы победить. А победа, как правило, это все-таки главное в нашем мире единоборство. Согласен, согласен. Пытается сейчас пододвинуться спиной американец к сетке для того, чтобы по ней было проще встать. Но мы знаем, что американская школа вставания из партера одна из лучших в мире, если не лучшая. Однако здесь сейчас его Абубакар просто отвернул. Соответственно, такого шанса ему сейчас пока не дает. Но мы знаем, что американцев, многие из них бывают довольно упорными спортсмены и духовитыми. Поэтому сейчас пока тратить все силы в первом раунде, наверное, не стоит сюрпризов ожидать. В дальнейшем еще вполне себе возможно. Вот сейчас хорошие локти включает Абубакар. Да, поставить рассечение, которое в дальнейшем будет играть на результат на ход поединка. Отличный удар. Сейчас отлично ударим всем весом. Сейчас, кстати, можно было и включиться, но улучшил таки позицию американец. Крепкий, крепкий спортсмен. И обратите внимание, взял спину в хорошем положении. Попробую ударить коленом, но он снова отдает ногу. Абубакар. И, мне кажется, будет еще один перевод. Если Абубакар еще не устал, то, скорее всего, технически ему всего хватит для того, чтобы перевод сделать. Абубакар, на самом деле, показывает нам, что нет, совсем не устал. Да, не устал, посмотрите, поднял, сбросил соперника. Он вынул свой спортсмен. У меня есть неприятное ощущение, что мы своими комментариями влияем на поединок. Очень не хочется этого делать, потому что все-таки... В целом случае, я так не думаю. И думаю, что нас бойцы слышат. Ну, как минимум, американец нас не понимает, даже если слышит. Да? Ну что ж. Соответственно, сейчас, за 22 секунды до окончания поединка, возможно, уже... Раунда. Да, раунда, приношу извинения. Возможно, уже стоит как-то сконцентрироваться просто на том, что сохранить это положение. Терять силы сейчас в концовке большого значения, большого толку, наверное, уже не будет. Поэтому ко второму раунду и к новым, я надеюсь, переводам и доминирующим положениям. Потому что такой рисунок поединка очень надежен. И мы видим, что у американца нет, условно, системы ПВО против наших ВВС. Да, ну здесь без каких-либо серьезных проблем. Браун забирает Абулбакар Магаев. Увлекает после договора простой. Ему сейчас самому важно продышаться. Может быть, он не будет форсировать события, зная, опять-таки, грамотный тренерский штаб его, который устраивает хороший план на работу на каждый поединок. Вполне возможно, что он именно будет, даже при возможности завершить досрочно, будет именно так работать. Это мое предположение, одно из предположений. Как я раньше говорил, меломан из меня так себе и в аудиосистемах я не разбираюсь, но когда включается эта музыка, есть ощущение, что кто-то хлопает тебя сзади по плечу. Настолько мощный здесь звук и, конечно, в купе с столь качественным светом шоу. И супер качественными боями шоу на сегодня что надо. Ну а что вы хотели? Юбилейный сотый ACA в городе Грозном. Этикульчанды форсов, которые держат немного больше уровня. Мне нужно признаться, такого уровня боя я еще не комментировал. Ну что ж, честно говоря, могу за вас только порадоваться, как и за очень большую часть наших зрителей, которые это тоже осознают. Карта по-настоящему шикарная. с первого поединка, но последнего очень сильные бойцы и равные пары. Ну, а также сегодня рекорд по длительности устанавливал. Я не знаю, для вас таково, вес ли он или нет, но в 10 часов буквально первые эфиры. Да, у нас собственно, утренние эфиры вели также мы с Адамом Ахматовым. Я не знаю, как вы, мне получилось восстановиться только благодаря энергетиков, которыми нас обеспечили организаторы. Спонсору данного турнира? Да, спонсор данного турнира, соответственно, это энергетический напиток Dragon Energy. По поводу длины поединков, у меня был рекорд чуть больше, но только я был не комментатором, а угловым. Это был турнир в Китае, турнир в ВЛФ, многие любители, и наоборот его знают. Мы с моим бойцом, Максимом Лихтеевым, были в главном бою 28 поединков в тот день. 28 поединков. Неужели вы приехали с самого начала турнира на арену? Да, хуже того, мы и в Китай подбирались практически сутки. Вот, и, кстати, что приятно, мы тогда были единственными россиянами. Ну, приятно для нас, и, не очень приятно, наверное, для всех остальных, кто выиграл. Представьте себе, умудрились нам найти китайца метр девяносто восемь сантиметров просто. Да. Ну вот, а Максим Лихтеев на тот момент был фактически средневесом. Где-то сошлись они в полутяжелом весе, каким чудом, не знаю. Но к нам подходили организаторы и говорили, покушайте, пожалуйста, плотнее, а то мы снимем вас поединка. Слишком мало покажется и на весах, и все. Вот, однако выиграли вот как раз похожими переводами. вот и привезли китайский клубок в Россию. Ну что ж, остается только поздравить вас с этим. Вообще вот Поднебесный, да, Поднебесный, как признаются многие спортсмены, очень тяжело выиграть на самом деле. Много хитростей, там очень... И это касается не только таких видов спорта, для того, как мы это видели и во время Олимпийских игр. Да, в Китае очень большое внимание уделяет спорту. Восьмом, да, да. И не зря они занимают литерские позиции уже много лет. К нашему поединку стабильность признак мастерства. Так говорят, и, пожалуй, в полной мере это про этот поединок. И действительно, контроль в очередной раз сегодня является решающим фактором. Однако мы видим, что, ну, не просто контролем, не просто залеживает. Идет активная работа, попытка смены позиции, постоянные удары. И нужно отметить, что в этом плане Бакару Агай прибавил. Достаточно серьезно. Ну, а американец пока, в общем-то, не находит ни ключей, ни каких-то оригинальных способов. Базовый все-таки он боксер, не представитель бразильского турбинца, грэплинга. и самое для него любимое положение работа с ним. Но вынужден это делать. Ну да, не во всех случаях его спрашивают, что ему нравится, не нравится делать в поединках. Здесь сейчас мы видим, что борьба — это основной фактор на сегодняшнем турнире. наверное, в большинстве схваток боксовские данные оказывали счастливы. В принципе, в поединке один на один, наверное, это более выраженное привинутство. Ну и чуть больше 40 секунд до окончания уже второго раунда. Картинка знакомая. В любой момент, что с такой легкостью в этом рамке ничего получается у нашего соперничественника. Это как бы радует, впечатляет. Короче, задел. Но еще, мне кажется, что не очень сильно стал. Короче, обратите внимание, между всеми этими беспокоящими атаками он дает себе возможность работать ровно столько, сколько нужно в этом упаду. Да, он согласен. Американец устал соединять эту хроническую уверенность. Монталес кем-то он постоянно преседует, постоянно сбивает, в том числе по корпусу ударов. Да, по корпусу ударов, сбивает дохание. Монталес еще смелет, как он начинает. Но все-таки достаточно резко подскочил он. Ну да, все-таки мы знаем, что как с физическими кондициями, так и так скажем, ладно, не будем о медицине. В общем, в Америке все хорошо. Соответственно, с подготовкой спортсменов. И несмотря на то, что практически два раунда уже пролежал снизу Фернандо Гонсалес, выглядит он более-менее огурцом. И уверен, сейчас ставит перед собой задачу не допустить такого же развития событий в третьем, столь важном для него раунде. И так ждем мы начало раунда под номером три. Все посторонние покидают клетку. Раунда Гонсалес против Аббакара Багаева. Бой по среднем весе. Я напоминаю, что все ближе и ближе уже на главное событие юбилейного турнира ACA с Толк Роза. Очередной перевод в основном Аббакара Багаева. Санц, и летит выкидок. Очередной. В какой-то момент смотрелось очень хорошо. Опять-таки, это, возможно, только смотрелось. Да, очень большая разница есть между тем, что мы видим со стороны как зрителей и между тем, что чувствуют спортсмены. Это кажется, к примеру, нам опасным, а потом сам спортсмен признается и зачастую за правду, то, что он не чувствовал никакой угрозы и все контролировал. Как смотрелось с Казбулаевым опасным прием Кимура. Да, действительно, смотрелось очень опасно. Однако опыт у него выходов от этого приема был большой. и в итоге он все контролирует. Вот, соответственно, и здесь. Мы видим, что включился Фернандо Гонсалес, но ему усилий пока недостаточно. И очередной это игра в основании в Багаро-Вагаево очень спокойно переводит он с соперника на канвас и продолжает обрабатывать, контролировать, ну и пытается улучшить позицию. с соперника поднимать. И с половиной минуты до конца этого поединка. Пожалуй, еще отдельная ценность таких поединков в том, что они дают возможность отдохнуть перед новыми какими-то яркими по-другому сценарию проходящими боями. с точки зрения такой драматургии всего большого турнира это тоже плюс. Ну и мы опять-таки уже говорили, что профессионалы немножко по-другому смотрят все эти поединки и видят красоту в том, в чем обыватель, к примеру, красоту не видит. И сейчас там, например, за этой даже просто позиционной борьбой наблюдать довольно интересно. Хотя это и не будет помнято достаточно большим количеством наших зрителей. Отнесемся к этому с пониманием. Ну, я надеюсь, взаимным пониманием. Снова пытаются прихватывать шею на гильотину Фернандо Гонсалес. Ну, а что ему еще делать? Пока больше ничего другого не получается. Улучшает позицию Абубакар тем временем. Да, пока частично достаточно для контроля. Встает, встает Фернандо. Мне кажется, будет опять вновить. Надолго. Все-таки не в выдающий семестр в бразильскую получиться. Ну, защиты даже нет такой борьбы. Да, привык к другому сценарию поединка, по крайней мере, победного. сегодня для него дева не складываются. продолжает. Продолжает вносить удары, с ударами локтями гораздо более результативно, каждый из них в отдельности. Подготовить удар локтям это большое хорошее дело. Примерно вот как проход в ноги подготовить удар с рук. с руку. Вот это все, конечно, тоже наработки. И минута. Минута, дорогие друзья, у нас до окончания этого поединка. Девятого в вечернем в вечерней части турнира ACA 100 и, как мне кажется, для россиянина победного. Да, здесь просто невооруженным глазом. Видно, как все три раунда Бакар Вагаев доминирует над соперником. Главное сейчас не допустить ошибки. Борьба вольная, публика довольная. Было сейчас довольно опасно, но опять же со стороны все контролировал. Рычаг локтя снизу не получился. Кровью залито лицо американского спортсмена. Видимо, есть какие-то рассечения. 11 секунд до конца и, скорее всего, уже без сюрпризов. Да. Взрывается в конце россиянин. Ну и, судя по всему, без сюрпризов Абубакар Вагаев. Я думаю, что мы через минуту-другую поздравим его с победой. Рассечение, кстати, есть на его брови. Где-то американец умудрился посечь его бровь, причем посечь не очень хорошо. Горизонтальная сечка, она создает угрозу глазу. Видимо, все прочее, и поэтому вынужден он был в какой-то момент осторожничать. дождемся результатов. я правда думаю, что и будет нас с ними больших сюрпризов. Посмотрим. по-насу-бору, по-насу-бору, по-насу-бору. Это просто физическая присутствие для Абубакка. Это большой картина, которая открывается на правой стороне. Считаю, что картины были получены. Харп Дин, один из самых известных, если не самый известный, рефери в смешных единоборствах, призывает выйти в середину обоих спортсменов. Почему-то оба были уверены в своей победе, да и сейчас я вижу в этом поединке, но мне кажется, реальное основание есть только у одного из них, и это в нашу пользу. Делает вид, что недоволен американский спортсмен, ну, это просто он, наверное, как это сказать, человек такой. Ну, или какая-то это такая традиция у него выиграла. Абубакар, мне кажется, более чем убедительно. Послушаем же победителя. Абубакар, прими наше поздравление с этой победой. Это была непростая победа. И как это была достаточно победа в таком стиле деминирующем? Абубакар, что ты думаешь о победе над ветераном смешных единоборствах? В первую очередь хочу поздравить нашего главу Чеченской республики, Рамзана Ахматовича, Кадирова. С днем рождения. Абубакар, который был очень опытным, он давно выступал в этом спорте. У меня был годовой перерыв, поэтому чуть было тяжело. Была большая ответственность дома выступать. Но все, что мы хотим, я верю, ахмдуллах. Итак, первое, я хочу поздравить руководитель Рамзан Кадирова, с днем рождения. С поговорим о моем оппоненте, он действительно очень опытный оппонент. Я, конечно, взялся в год, и это было огромное responsabilение чтобы бороться с ним и победить с ним. Поэтому я счастлив, что я благодарю Богу. Мой человек в этой арене может быть вашей фан. И он действительно вас чирил в каждую сторону. Сколько это означало, что этот человек здесь с вами сегодня? Скажи нам, твой сын постоянно поддерживал тебя на протяжении каждого боя. Скажи нам, каково это, когда для тебя болеет такой маленький болельщик? Это мой племянник. Это мой племянник. Это мой nephew. Может быть, будущий АКА чемпион, да? Может быть, будущий АКА чемпион. Он счастливый родец. Он счастливый родец. Он счастливый видит в Октагоне. Может быть, в будущем вы увидите его в Октагоне. Это было бы удовольствие прожить вашу борьбу. Поздравляю вас снова. Шеф Хона Апатриоташин Дель Рейсел. Ишемели вошли кубом. Дашь ели Алдойю. Аллаху Ахвай. Аллаху Ахвай. Аллаху Ахвай. Дай еще раз. Абурбаква Вадгайев, ты победа! Ну и наше поздравление с более чем убедительной, как мне кажется, победой. Дорогие друзья, дальше больше. Два самых главных боя этого очень длинного дня. очень насыщенного турнирами, яркими боями и победами. Турнира ACA 100 в городе Грозный. И сейчас, в конце, так же, как и несколько раз до этого, готов сказать, что, дорогие друзья, не знаю что, дальше только больше. Десятый бой нас с вами ждет уже совсем скоро. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok